Добрый день, уважаемый Александр Роганович, уважаемые коллеги. Времени еще 12.28, но если все готовы, то, наверное, мы можем начать нашу встречу, которая проходит в таких необычных условиях. Обычно, конечно, наши встречи, посвященные созданию новых отделений Российского исторического общества проходят в регионе. Это дает возможности членам президиума Рио поподробнее ознакомиться с работой над историческим посвящением, с популяризацией истории в регионе. Но я думаю, что мы просто отложим нашу встречу в Уфе до лучших времен, которые, надеюсь, наступят в недалеком будущем. У нас около месяца назад поступило обращение от группы башкирских историков из ряда уважаемых организаций на имя Сергея Евгеньевича Нарышкина с просьбой, с предложением создать отделение Российского исторического общества в Уфе. Сергей Евгеньевич рассмотрел это предложение и, конечно, лично его поддерживает. У нас решение, соответствующее, принимает президиум Рио. Ну и мы с Александром Агановичем тогда по результатам нашего сегодняшнего разговора соответствующие предложения на президиум Рио вынесем. Вы, конечно, ознакомились, владеете историей и дореволюционного русского исторического общества, и современного Рио, осознанного в 2012 году. Нет нужды говорить о том, что Российское историческое общество – такая площадка, которая объединяет большое количество организаций, и вузов, и музеев, и библиотек, и архивов. У нас уже создано по стране 55 отделений, мы с этим не торопились, потому что опирались всегда на инициативу с мест. Если на местах такой инструмент нужен, востребован, то мы, конечно, стараемся такие инициативы поддерживать. У нас направления нашей работы, которые принимаются, утверждаются ежегодно на общем собрании Российского исторического общества, тоже известны, опубликованы на нашем сайте. У нас такие основные ориентиры связаны, как правило, с крупными юбилейными датами, потому что именно здесь крупными юбилейными датами обостряется интерес общества к истории. Этот интерес, по нашему мнению, должен быть удовлетворен профессионально. А юбилеи рано или поздно будут у любых значимых событий нашей истории. Для историков, для ученых, для работников музеев, архивов из региона это, во-первых, возможность строиться в федеральную повестку, какие-то большие федеральные проекты, так и, наоборот, возможность продвинуть какие-то темы, которые, может быть, являются региональными, но по своему значению выходят за пределы региона, продвинуть их на федеральный уровень. Это, конечно, расширение сразу контактов, связей, как по России, так и за рубежом. Поэтому, надо сказать, что создание отделения в регионе, оно дает региональным историкам дополнительные возможности при участии в конкурсах Фонда Истории Отечества, хотя вы знаете, что Фонд Истории Отечества и Российское историческое общество формально не связаны никак, кроме более-менее общего персонального состава руководства. Но мы считаем рассмотрение проекта заявки на региональном отделении РИО такой дополнительной экспертизой. И те заявки на конкурс Фонда, заявки из Башкирии, поступают в Фонд и были поддержаны проекты. Рекомендация регионального отделения РИО добавляет сразу к этой заявке 5 баллов. Это иногда имеет решающее значение. По линии Фонда Истории Отечества, конечно, большая активность, много таких интересных конкурсов для педагогов. Это ежегодный конкурс учителей истории, это и конкурс кредов, работающих с молодежью. Сейчас был конкурс «Уроки Победа». Это конкурсы для школьников и ежегодный конкурс «История России в стихах», когда ребята читают стихи русских поэтов об истории России, выкладывают их на YouTube-канал российского исторического общества и победители на Красной площади в книжном фестивале принимают участие, со сцены читают стихотворения. Это конкурс сочинений «История малой родины», «История России» или «История семьи», «История России». Это вот сейчас был российский конкурс сочинений и его часть, посвященная истории, в том числе истории российской разведки. Я должен сказать, что открывается много интересных возможностей, и много совместных проектов, может быть, реализованных при поддержке и Российского исторического общества, и фонда «История Отечества». Я бы хотел, чтобы выступил и дал бы своего рода напутствие работе отделения один из наших руководителей, сопредседателя Российского исторического общества, академик Российской академии наук, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, Александр Аганович Чубарьян. Александр Аганович, пожалуйста. Спасибо, Константин Ильич. Дорогие коллеги, я очень рад, что у нас сегодня такое важное событие. Создается отделение Российского исторического общества в Башкорстане, в Уфе. Мы это, как уже сказал Константин Ильич, это такая двойная цель и двойная удача. С одной стороны, наши коллеги в Башкорстане больше приобщаться к тому, чем занимается в целом Российское историческое общество. С другой стороны, мы больше узнаем о работе наших коллег. Я вспоминаю уже много лет назад, когда я был в Уфе, и было заседание, посвященное проблемам региональной истории для средней школы. Я вижу сегодня многих моих коллег, которых я знаю давно. Есть люди, которые я вижу, может быть, первый раз, но очень рад всех приветствовать. Я вам должен сказать, что Российское историческое общество разворачивает очень большую работу. Об этом сказал уже Константин Ильич Могилевский. Я хотел бы добавить, что сравнительно недавно Российское историческое общество утвердило, и после этого была коллегия Министерства просвещения, которая законодательно это подтвердила, новую концепцию преподавания истории в средней школе. Я думаю, это важно и для моих коллег, которые были у истоков обсуждения этого вопроса. И в числе одной из ближайших задач в этом смысле поставлено, как освещать в школе региональную историю, то, что называлось раньше региональный компонент. Мы намереваемся сделать сам в начале 2021 года за совещание по этому вопросу, и в онлайне, конечно, и я надеюсь, что все мои коллеги, которые здесь присутствуют, примут участие. У нас большие очень конференции проходят, встречи. Российское историческое общество разворачивает большую международную деятельность. Только недавно у нас была в онлайне встреча с историками из Германии, из Австрии. 7 числа будет встреча впервые после долгого перерыва встреч с историками Украины. Прошел очень хороший, интересный клювлый стол в прошлую пятницу с историками Литвы. Словом, мы намерены активизировать и международные наши связи. Константин Ильич рассказал, какие открываются возможности для регионального отделения, для того, чтобы теснее быть связанным с всей нашей общей работой. Я надеюсь, что мы будем успешно сотрудничать с вами. Конечно, регион, который принадлежит Башкорстан и который принадлежит и Татарстан, где есть тоже отделение уже общества, и Волжские, и другие города, и Нижний Новгород, и Астрахань, и все. Это серьезные большие регионы нашей страны, имеющие очень большую специфику, которую мы, как мои коллеги помнят, всегда учитываем. И когда я был в Уфе, и когда я был в Казани вместе с Сергеем Генчим Нарышкиным в Казани, то я думаю, что для нас учет мнения наших коллег из Башкорстана и из Татарстана очень важно. Я рад всех приветствовать здесь вас, пожелать всем хорошего, прежде всего, здоровья. Это теперь не ритуальная вещь, а реальная и практическая вещь для всех. И давайте приступим к нашему сегодняшнему совещанию. Спасибо. Спасибо большое, Александр Аганович. Знаете, вот Сергей Евгеньевич Нарышкин неоднократно заявлял, что власть не должна учить историков, как писать историю. В первый раз он, кстати, сказал об этом в такой формулировке во время того самого визита в Казань в 2013, если я не ошибаюсь, году, о котором сказал Александр Аганович. Недавно он повторил эту мысль о том, что власть не должна учить историков их ремеслу, но, с другой стороны, поддержка инфраструктуры, исторической науки, популяризации исторического знания дает, в общем, не только поддержка, но и, в принципе, создание этой инфраструктуры, участие в ней, дает государству право обращаться к историкам за ответами на те вопросы, которые важны в государственной деятельности сегодня. И для нас, конечно, очень важно, чтобы вот это взаимодействие власти и общества, в частности, российского исторического общества, выстраивалось бы вот на таких началах, чтобы оно было полезным для всех и эффективным. И мы, конечно, очень благодарны за то, что изначально инициатива создания отделения Российского исторического общества получила поддержку руководства Республики Башкортостан. С нами сегодня заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Азат Шамильевич Бадранов. Азат Шамильевич, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемый Константин Ильич, добрый день, уважаемый Александр Аганович и уважаемые коллеги. Разрешите поприветствовать всех вас от имени правительства Республики Башкортостан. Мы считаем, что сегодняшнее мероприятие, оно очень важное и значимое, в некотором смысле историческое, поскольку считаем, что открытие регионального отделения Российского исторического общества даст новый импульс развитию исторической науки в нашей республике. В Башкортостане сложились хорошие традиции исторической науки, в которую неоценимый вклад внесли Любавский Матвей Кузьмич, Устюгов Николай Владимирович, Демидова Наталья Федоровна. Вместе с тем сложилась и своя историческая школа. Известными именами которые являются Кузеев Раиль Гумирович, Белал Хамитович Юлдашбаев, Анвар Закирович Асфандиаров и Нияз Абдулхакович Мажитов. Их труды во многом определили развитие исторической науки в Республике Башкортостан. Их наследие является для нас бесценным. Их имена мы будем помнить всегда и приложим усилия для их увековечивания. Вместе с тем стоит задача развивать историческую науку в Республике. Это вот к слову о том какие взаимоотношения и как органы власти видят для себя взаимодействие с историческим сообществом, с учреждениями академическими и в целом с исторической наукой. К сожалению, в силу разных обстоятельств гуманитарное знание в целом сегодня переживает наверное не самые свои лучшие времена. И в этой связи региональное отделение российского исторического общества это в определенном смысле и потребность для дальнейшего развития нашей исторической науки. необходимо сказать, что руководством Республики и лично Раде Фаричи уделяется особое внимание восстановлению исторической справедливости, развитию как исторической науки, так и военно-патриотического воспитания молодежи. Как известно, Республика Башкорстан у нас один из самых многонациональных и поликонфессиональных регионов Российской Федерации с богатым историческим, героическим и культурным наследием. История Башкирия неразрывно связана и тесно переплетена с судьбой России. С момента добровольного вхождения Башкир в состав русского государства башкирский народ сумел закрепить за собой репутацию славных воинов, готовых стать на защиту Родины в самые тяжелые времена. Широко известны факты участия Башкир в освободительных войнах против польской интервенции в Отечественной войне 1812 года, в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов. И самоотверженность башкирского народа в деле защиты Родины была отмечена президентом страны Владимиром Путином. В частности, он сказал, хорошо известны патриотические настроения в Башкирии. Это традиционно, это было в Башкирии всегда, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население начиная с 16 лет и отправила на фронт. И так было Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться и должны поддерживать. Слова президента не являются голословными, они подтверждаются и были подтверждены Великую Отечественную войну во Вторую мировую, где подвиг 112-й башкирской кавалерийской дивизии в этом году для нас зазвучал и обрел новые смыслы. Была восстановлена историческая справедливость и командиру дивизию генерал-майору Шимуратову президентом страны было присвоено звание Героя России. И вот в этой, наверное, цитате Путина отражается и коррелируется задача, которую власть прежде всего возлагает на историческую науку в нашем регионе. На воспитание подрастающего поколения, во-первых. Во-вторых, на укрепление нашей общегражданской идентичности и единения страны. У нас проводится достаточно большое количество мероприятий, посвященных либо значимым историческим датам, либо так или иначе связанным с теми или иными историческими процессами. То есть практически любое обращение исторической общественности наших историков в регионе не остается без внимания. Мы стараемся поддерживать инициативы. Так, вот в 2020 году у нас были проведены межрегиональный культурно-исторический фестиваль «Интернациональная победа», международный научно-практический форум «Вклад Башкортостана на Великую Победу» и многие другие. У нас действует Башкирское региональное отделение Российского общества историков-архивистов, Уфимское отделение Союза краеведов России, Башкирское отделение РГУ, Военно-историческое общество и Археологическое общество Республики Башкортостан. В настоящее время два вуза в республике осуществляют подготовку профессиональных историков, это Башкирский государственный университет и Башкирский государственный педагогический университет. Исторические исследования и подготовку научных кадров осуществляют два института в структуре Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Институт истории, языка и литературы и Институт этнологических исследований. А также исторические Исследования проводятся в рамках деятельности Академии наук Республики Башкортостан. Необходимо отметить, что большую работу у нас в популяризации истории проводят музеи республики. В каждом муниципалитете практически у нас имеется краеведческий музей. Среди наших известных музеев это Национальный музей республики, Музей археологии и этнографии, Художественный музей Нестерова, Республиканский музей боевой славы, Музей 112-й Башкирско-Кавалерийской дивизии. С 2017 года в Уфе открыт для посетителей исторический парк «Россия. Моя история». И усилиями местных властей, а также поддержкой со стороны Русского географического общества мы планируем в 2021 году открыть Музей полярников имени Валериана Альбанова. Нашей целью является сохранение и преумножение достижений исторической науки в республике. И основной задачей, над которой мы сейчас работаем, выделение ключевых направлений исследований путем разработки и принятия государственной программы развития фундаментальной исторической науки в Республике Башкортостан. Также считаем, что необходимо содействовать использованию в исследованиях историковической базы архивных материалов и введении их в научный оборот. У нас достаточно богатые архивы, большая часть из которых хранится на старо-тюркском языке. В этой связи большой пласт, который еще необходимо перевести и осмыслить, и ввести в научный оборот. Также, как было уже сказано, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать общественные организации, деятельность которых направлена на сохранение исторической культуры в регионе. Ну и создавать программы, как я уже говорил, что планируется принятие государственной программы фундаментальной исторической науки, которая, на наш взгляд, будет способствовать объединению государственных и негосударственных институтов для развития исторической науки и военно-патриотического воспитания молодежи в лучших традициях нашего народа. В этой связи мы возлагаем большие надежды на открытие регионального отделения Российско-исторического общества. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемый Азат Шамильевич, за Ваше такое очень содержательное и емкое выступление. Вы обрисовали картину развития исторической науки, исторического просвещения. В Башкирии обозначили важный для республики проект. Спасибо большое, что руководство республики их поддерживало раньше и намерено продолжать поддерживать и впредь. Я думаю, что отношения отделения Российского исторического общества с башкирским руководством очень тесные и конструктивные. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в обращении на имя Сергея Евгеньевича Нарышкина, о котором я говорил, содержится предложение утвердить председателем Совета отделения РИО в Уфе Марата Хамитьяновича Морданова, директора государственно-автономного учреждения Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, председателя инициативной группы по созданию отделения РИО в Уфе. Мы на нашем сегодняшнем заседании, конечно, в завершении, обменяемся мнениями по поводу этого предложения, но исходим из того, что оно проработано и выражает интересы профессионального сообщества в Башкирии. Марат Хамитьянович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Константин Ильич. Добрый день, Александр Аганович. Добрый день, Азат Шамилович. От лица членов инициативной группы, которой основной костяк присутствует сегодня на данном мероприятии, мы рады приветствовать вас. Рады вот этому дню, о необходимости которого мы очень долго говорили и долго готовились. И благодарны поддержке Сергея Евгеньевича, прежде всего, Нарышкина, за то решение поддержки создания в Республике Башкортостан регионального отделения. Безусловно, наш регион – это признанный научный центр, известный не только в нашей стране, но и во всем мире. Исследование большинства наших архивистов, археологов, историков, музееведов, краеведов направлено на развитие общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения, популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти. Высокий профессиональный уровень подтверждается и широким участием историков Республики в различных грантах, российских, международных, организаций, проведения крупнейших научных форумов, конференций. Безусловно, это серьезное наследие, которое оставили нам отмеченные в своем приветствии вице-премьером Бадрановым Азад Шамиловичем и Усманов, и Улдажбаев, и Кузеевы, Бекбулатовы, Усманов и много-много других наших известных, выдающихся историков. Далеко за пределами Республики известное семитомное собрание научных трудов ученый корреспондент Российской Академии наук Раид Гумерча Кузеева. В Институте этнологии и антропологии Российской Академии наук с 1997 года издается серия «Народы и культуры о народах России», которая недавно дополнила книга «Башкиры». Наготовная история башкирских родов на данный момент насчитывает уже 36 томов, и работа над ним продолжается. Обладая столь мощным научным потенциалом, историческая наука в Республике нуждается в координирующем органе. Поэтому основной миссией отделения в Уфе представляется объединение усилий государственных, общественных деятелей, ученых, работников музеев, любителей истории для формирования исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной истории, сохранения национальной памяти. Руководствуясь этой целью, отделение, по нашему мнению, должно решать задачи по формированию, поддержке и направлению общественной инициативы на всестороннее изучение истории, поддержке научных исследований, популяризации результатов деятельности башкортостанских ученых, содействие открытости и доступности архивов, обеспечении сохранения и изучения находящихся в них документов, оказание научно-просветительского противодействиям, попыткам фальсификации отечественной истории, поддержка исторического образования. Прежде всего, это поощрение лучших учителей, внедрение в педагогическую практику последних достижений науки, формирование непротиворечивого подхода к написанию учебников истории, о том, о чем уже говорил сегодня Александр Аганович. Привлечение государственных и частных средств для создания новых просветительских ресурсов, в том числе современных, в интернете, на телевидении, радио. Необходимо отметить, что для реализации поставленных целей задач в республике сегодня имеются все необходимые предпосылки. В архивах республики хранятся уникальные материалы, отражающие разные эпохи, начиная с XVI века, которые собраны на Национальном архиве региона, являющимся одним из крупнейших архивов Приволжского федерального округа. С 2000 года в республике действует Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации Российского общества историков-архивистов. Председателем отделения является участник нашей инициативной группы Амина Эльдусова-Науразова. В 2019 году фонду президентских грантов был поддержан проект «Архивная эвристика для школьников». В целях осуществления просветительской научно-исследовательской деятельности в 2008 году была создана Региональная общественная организация археологического общества Республики Башкортостан, которая возглавляет Бахшеев, Пешат и Тизам Аглы. Ими при поддержке фонда президентских грантов реализуется уникальный инновационно-научно-просветительский проект «Археостан. Археология Башкортостана», посвященный различным культурно-историческим эпохам на территории Южного Урала. Под руководством Бахшеева археологи из Института этнологических исследований имени Раэль Гумерча Кузеева Уфимского исследовательского центра Российской академии наук стали победителями конкурса проекта фонда «История Отечества» с проектом «Молодежная археологическая школа на Южном Урале». В 2020 году фондом «История Отечества» был поддержан проект полевого лектория для школьников археологической экспедиции «Эктукуль» Кусимова в Северные Амуры. Руководителем проекта стал присутствующий сегодня директор Института истории языка и литературы Уфимского научного центра РАН Айбулат Валиевич Псянчин. Большую просветительскую работу ведет и региональное отделение общероссийской общественной организации Российской военно-исторического общества в Республике Башкортостан, которое с 2018 года возглавляет также присутствующий сегодня член нашей инициативной группы Рахимов Рамильна Сибулович. Отделение проводит мероприятия, направленные на освещение военной истории и призванные поддерживать лучшие инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия России и Республики Башкортостан. В 2019 году совсем недавно состоялась учредительная конференция региональной общественной организации общества краеведов, которая придала новый импульс действующего на общественных началах с 1989 года общественной организации краеведов Республики. Благодаря этому краеведческое движение пришло от деятельности отдельных подвижников в создании официально оформленной единой республиканской общественной организации. Председателем общества избран генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан Марат Менигалеев-Зюлькарнаев, который также является членом нашей инициативной группы. Республика активно участвует в мероприятии Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории общества знания. В 2017 году тогда еще учитель истории общества знания из города Сиротамак Татьяна Геннадьевна Сиротина заняла второе место в первом всероссийском конкурсе педагогического мастерства и истории в школе традиции и инновации. В настоящее время она является директором средней общеобразовательной школы номер 21 города Сиротамака. Таким образом, коллеги, в Республике Башкортостан создан научный и организационный потенциал для работы по ведущим направлениям российского исторического общества, прежде всего полагая, что это исследовательская деятельность, сбор сохранения и распространения исторической информации, содействие в осуществлении образовательной просветительской деятельности, поддержка молодежных инициатив. В рамках данной направления мы проанализировали перечень приоритетных тем для научных исследований российского исторического общества. Это и такие темы, как столетие перехода к новой экономической политике, 80-летие начала Великой Отечественной войны, 30-летие современной российской государственности, которые предстоят последующие годы. Полагаю, что в числу приоритетных тем для отделения нашего необходимо отнести предстоящий 230-летний юбилей со дня рождения выдающегося нашего земляка, писателя, общественного деятеля Сергея Тимофеевича Аксакова. В связи с празднованием тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии считаем, что это направление просто для нас является одним из приоритетных. Исторически сложилось так, что Уфа является центром российского ислама. Здесь находятся старейшие из действующих общероссийских религиозных организаций Центрального духовного управления мусульман России. Столица республики по праву является одним из авторитетных центров мусульманского образования в нашей стране. Традиционно стало проведение ежегодных конференций, посвященных истории ислама. Успешному развитию деятельности отделения в Уфе может способствовать то, что республика является одним из центров востоковедения. Ежегодно в регионе проводится съезд молодых востоковедов, традиционно собирающих в Уфе ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти России, республики, мусульманского сообщества, российских исламских вузов, медресе. В этом контексте стали уже традиционными ежегодные научно-практические конференции, посвященные выдающемуся советскому дипломату Кариму Хакимову в арабских странах, внесшим значительный вклад в установление добрых отношений. Уфимское отделение должно, конечно же, наладить хорошие, надежные партнерские отношения институтом российской истории, Российской Академии Наук, институтом всеобщей истории, институтом археологии, институтом этнологии и антропологии, институтом востоковедения, а также с нашими соседями, где уже созданы и длительное время работают отделения российского исторического общества. Безусловно, наличие такой сети партнеров поможет в реализации многочисленных проектов, сохранении исторических памятников, которых в республике значительное множество, а с рядом регионов, особенно с республики Татарстан, особые добрососедские отношения, и, безусловно, нам необходимо тесно и плодотворно сотрудничать. Коллеги, мы должны учитывать, что современная историческая наука развивается в информационном пространстве, сегодня создается огромная база данных, оцифровываются архивы, стало доступно огромное количество отечественной, иностранной литературы. Ярким примером использования информационных технологий и изучения истории является проект, реализованный под руководством нашего старшего коллеги Айслу Билаловны Юнусуной «Геоинформационная система ислам на Южном Урале». Опыт применения инновационных методов для проведения научных исследований, археологических раскопок – одно из ведущих направлений исторической науки. Интересный проект по активизации интереса к истории Отечества у нас развивается интернет-проект «Шежере», который реализуется автономной некоммерческой организацией Центра изучения исторического наследия Башкортостана. Он дает возможность познакомиться с богатой и древней историей края на основе исторических источников, собранных на сайте. Считаю, необходимо обратить внимание на необходимость повышения престижности исторической науки, соответственно, профессии историка. Мы наблюдаем в настоящее время сильный перекос в сторону естественно-научных дисциплин. Конечно, это принижает значение гуманитарных наук в массовом сознании и создает дисбаланс в развитии науки в целом. Одним из решений в данном направлении видится создание в Республике отделения Всероссийской общественной организации Ассоциации учителей истории и общества знания. В целях координации участия учителей истории и общества знания в конкурсах и грантах Ассоциации учителей истории и общества знания Российского исторического общества, а также разработки учебных пособий и учебников по региональной истории. Также, конечно же, требуется координация общества музеев и музейных работников, которые могли бы осуществлять научную и методическую поддержку музейной деятельности. Коллеги, это вот лишь только часть тех приоритетных направлений, которые мы видим, необходимо реализовывать в регионе. Как видите, те инициативы, которые реализовываются как в академической сфере, так и в образовательной и общественной, безусловно, создают возможность и требуют координации на региональном уровне, и для того, чтобы придать новый импульс для реализации этих проектов, безусловно, мы созрели, и регион, безусловно, созрел для создания отделений для решения этих больших, очень нужных и важных задач. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Марат Хмельтьянович. Вы очень подробно остановились на перспективах работы отделения. Вы знаете, по целому ряду затронутых вами тем, у меня сразу стали возникать какие-то идеи, соображения, комментарии. Думаю, что мы как-нибудь отдельно обсудим план работы отделения, потому что действительно много всего интересного. Я об одном только скажу. Вы известны, хорошо известны и в Башкирии, и за ее пределами, как опытный организатор науки. И сейчас одним из приоритетных направлений вашей работы являются задачи по поддержанию межнационального мира и согласия, изучения соответствующих вопросов. И я просто скажу, что вот как раз недавно по инициативе трех руководителей РИО, академиков Александра Агановича, Чубарьяна, Анатолия Васильевича Туркунова и Николая Андреевича Макарова, было принято решение советом при президенте по межнациональным отношениям сначала, а затем и самим президентом России Владимиром Владимировича Путиным о присуждении премии за вклад в укрепление межнационального единства в этом году руководителем коллектива по составлению антологии литератур народов России Владимиру Викторовичу Григорьеву, Дмитрию Салоновичу Яцковичу и Максиму Альбертовичу Америна в этих больших томах, с которыми вы наверняка знакомы, есть и труды башкирских писателей и поэтов, поэтому это, конечно, тоже один из приоритетов российского исторического общества. Я хотел бы дальше предоставить слово тоже очень известному, известному, хорошо известному и в целом в России нам хорошо известному человеку, Айбулату Авалевичу Псянчину, директору Института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра Российской академии наук. Сразу хочу извиниться перед Айбулатом Авалевичем за то, что не смог в этом году принять приглашение лично посмотреть место археологической экспедиции, археологической школы, которая была реализована при поддержке Фонда Истории Отечества. Благодарю вам за это приглашение и очень хотел бы в будущем все-таки найти время для того, чтобы повидаться с вами непосредственно на месте вашей работы. Пожалуйста, Айбулат Авалевич. Спасибо, уважаемый Константин Ильич, уважаемый Александр Аганович, уважаемый Андрей Шамилович, добрый день, уважаемые коллеги. Мы, конечно же, как Академический институт, Академическое сообщество, в целом поддерживаем инициативную группу, инициативу создания в нашем регионе отделения Российского исторического общества. Это послужит для дальнейшего развития исторической науки. Уважаемые коллеги, я хотел бы включить слайды, если позволите, и продолжить. Видно, да, уважаемые коллеги? Да. Ну, наш институт Академический, как я уже сказал, краткая история. В 2022 году мы планируем отметить свое столетие. Институт комплексный. История, археология, этнография, фактористика, язык, археография. Восемь отделов. А, все, понял. Идет. Извините, уважаемые коллеги. Так, это, наверное, структура. Надо, давай, следующая. Так. Это из устава Российского исторического общества. В общем-то, все эти направления, уважаемые коллеги, вы и знаете, они являются направлениями нашей работы. Региональное отделение, что же, для чего оно нужно, какие задачи в первую очередь. Ну, во-первых, как было уже отмечено, это, конечно же, площадка, где будет консолидировано сообщество профессиональных историков, учителей истории, любителей истории Республики Башкорстан. И как уже в выступлении Александр Агановича ответил, вот, в связи с утверждением коллегии Министерства просвещения Российской Федерации и Российского исторического общества обновленной концепции преподавания истории в средней школе, актуальна становится подготовка пособия по региональной истории, в том числе по истории Республики Башкорстан. К сожалению, в этом деле мы отстаем от многих субъектов, в том числе и соседних, Республики Татарстан, например. У нас был опыт рецензирования двух учебных пособий по истории Башкорстана 18-19 веков, которые Министерство образования нашей Республики, к сожалению, рецензирование было отрицательным. Поэтому, конечно, подготовка именно регионального компонента учебных пособий о региональной истории, в которых, как Александр Агановича ответил, должна быть существенная часть этнокультурного компонента, так как Республика Башкорстан является многоконфессиональной, многонациональной, в том числе должна быть также, конечно, история башкорстанского народа, является актуальной. Поэтому я его поставил на второе место, уважаемые коллеги. Создание, ну, из таких задач, какие нам видится, это, наверное, создание свода объектов археологического наследия, так как Республика располагает большим археологическим наследием, и необходимо, конечно, сделать свод как в бумажном виде, так и в электронном виде. Следующая задача – это сохранение первоисточников, так как отмечалось уже в Национальном архиве, сосредоточены уникальные материалы, но самыми ценными, наверное, являются документы, где было производство Оренбургского магнитанского духовного собрания, которое было открыто в XVIII веке. Его фонд насчитывает более 200 тысяч единиц, и необходимо, конечно, произвести оцифровку этих материалов, так как чернила, на которых они написаны, высветает. В общем-то, мы говорим традиционный ислам, но без этих документов, наверное, в полной мере, что такое традиционный ислам в России представить невозможно. Следующая задача, наверное, это необходимость борьбы с фальсификацией отечественной истории, очередения исторических личностей. В оригинальном аспекте, наверное, это касается наших национальных героев, лидеров. Это Салават Юлаев. Вот мы готовы приступить к подготовке издания сборника документов, где будут представлены новые документы. Это сочинение Ахмадзаки Валидова. В семи томах проект мы тоже подготовили. В архиве которого в Турции представлены, конечно, очень многие материалы по истории Российской революции, по истории федерализма. Кстати, 8 декабря дочь Ахмедзаки Валиди Таган отмечает свое 80-летие, Исенбека Таган. Рукописный фонд у нас представлен в институте, например, более семи тысяч. Такие фонды представлены во многих ранее в Республике Башкорстан. Они, конечно, тоже требуют археологической обработки и электронной каталогизации, в общем-то, оцифровки и так далее. Вот эти, наверное, наиболее первоочередные, может быть, важные задачи. Мы согласны с тем, о чем было уже отмечено, какие задачи ставятся другими выступающими. Конечно же, это очень большая работа. А сейчас я хотел бы познакомить вас с тем проектом, который был поддержан фондом «История Отечества». Мы за это, конечно, бесконечно благодарны. Это школьная лектория археологической экспедиции «Яктакуль Кусима» Северной Амуры. Это Авзелиловский район, уникальный памятник. Раскопки были начаты в прошлом году, в 2019 году. Фонд в этом году поддержал именно организацию школьного лектория, в котором участвуют школьники со Свердловской области, Челябинской области и Республики Башкорстан. Сам памятник является уникальным. Это палеотический памятник, на который нанизан скифосармадский памятник. И памятник эпохи раннего Средневековья. Такое уникальное явление не только для Южного Урала, но и для Восточной Европы в целом. Поэтому мы готовим публикации. Вот вы можете видеть, как происходили раскопки и как происходила летняя лектория. Здесь вот в связи с пандемией, конечно же, в полевых условиях. В августе приезжали лектора сопредельных регионов. Не только наши башкорстанские и башкорстанские коллеги выступали. Лектория продолжилась в октябре-ноябре уже в онлайн формате, с подключением тоже ведущих ученых, например, выступали члены Академии. Это Бондаренко Дмитрий Михайлович, который рассказывал о старообрядцах в Уганде, в Африке. То есть, хоть и в школе лектории он археологический, но более такой широкий охват. В общем-то, очень интересен ребятам. И некоторые лекции у нас более 20 тысяч просмотров в интернете. И они растут, в общем-то, все интересные. Хотел поблагодарить за внимание, за поддержку Фонда Истории Отечества. Ну, хочу сказать, что конференции мы и ранее проводили совместно с Российским Историческим Обществом. Далее будем проводить. Поэтому будем совместно работать при поддержке, надеюсь, Российского Исторического Общества, Фонда Истории Отечества. И после организации будем совместно работать, продвигать нашу гуманитарную науку. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Влад Валерьевич. Но мы, конечно, получаем отчеты финансовые, содержательные о мероприятиях, которые поддержаны Фондом Истории Отечества. Но вот приятно видеть и на слайдах, и слышать в ходе вашего выступления, то, что государственные средства, средства бюджетной субсидии, предоставленные Фондом, идут на дело. И тот проект, о котором вы говорили, выиграл на конкурсе, получил финансовую поддержку. И я думаю, что мы тем самым, может быть, кого-то из молодежи и привлекли к дальнейшему занятию истории и археологии. Я прошу выступить сейчас Рамиля Равиловича Хрудинова, директора Института международных отношений Казанского федерального университета, председателя Совета отделения Рио в Казани. Несколько раз уже, добрым словом, упоминали соседи из Запада. И я должен сказать, что это одно из первых отделений Рио, одно из наиболее успешных. Я сейчас не берусь перечислить весь тот массив проектов, которые поддержаны Рио, и что под эгидой Рио реализованы в Казани. Вот буквально сейчас, через 10 дней, начнет работу школа, международная школа молодых историков. Первая школа, которая организована в соответствии с поручением президента России. Но прежде чем передать слово, Рамил Равилович, вам, я хотел бы попросить Айгулата Валиевича все-таки отключить демонстрацию экрана, иначе мы не сможем увидеть наступление Рамил Равиловича. Спасибо огромное. Пожалуйста, Рамил Равилович, вам слово. Спасибо огромное, Константин Ильич, за такую высокую оценку работы регионального территориального отделения Российского исторического общества. Позвольте приветствовать Александра Анатольевича вас, дорогой и уважаемый коллега Азад Шамильевич, всех наших друзей, в первую очередь башкирские товарищи, с которыми мы не просто знакомы и общаемся, пересекаемся на наших мероприятиях. На самом деле, уже долгие годы сотрудничества связывают Республику Башкортостан и Татарстанское научное и историческое сообщество. Я действительно соглашусь с мнением коллег, что сейчас очень интересные времена, но вот хочу высказать свою реплику Азаду Шамильевичу. На самом деле, Азаду Шамильевичу, дело в том, что гуманитарные знания переживают, может быть, и не самые лучшие времена, но это смотря где. В Республике Татарстан на сегодняшний день всплеск интереса к историческому знанию. Мы сталкиваемся с огромным конкурсом на наши исторические отделения и в Казанской федеральном университете, и в других образовательных учреждениях Республики. И все это я, в первую очередь, связываю с последовательной работой республиканской власти по отношению к гуманитарной науке в Татарстане. Но и, на самом деле, определяющим на сегодняшний день является участие ученых Татарстана в деятельности российского исторического общества. Огромное влияние имело в создании отделения в Казани на консолидацию усилий. Я соглашусь с Маратом Хамитяновичем. Все абсолютно верно. Мы смогли воплотить, вобрать в свою среду представители самых различных организаций, учреждений гуманитарного плана. Это и университетские историки, это и представители академических институтов, музейное сообщество, наши уважаемые архивисты, краеведы. Все так или иначе очень активно участвуют в деятельности территориального отделения, в реализации крупных и интересных программ. Я обращаюсь к своим коллегам. Хотел бы сказать, в первую очередь, что мы, татарстанские ученые, открыты для обмена любыми мнениями. Хотим действительно помочь вам в скорейшем становлении на ноги отделения в Башкортостане. Считаем, что школа башкорских историков, архивистов, она на сегодняшний день заметное явление на научной карте России. Мы гордимся тем, что совместно с вами реализуем целый ряд крупных проектов, связанных с изучением народов по Волжье, при Урале. И да, случаются дискуссии, но они неизбежны в научной среде. Наоборот, это надо приветствовать. И мне хочется, обращаясь к вам, уважаемые коллеги, сказать, что самый важный на сегодняшний день момент во взаимоотношениях с российским историческим обществом это включение в самые современные научные тренды. А самое главное, было бы очень важно для вас определиться с той нишей, с теми проектами, которые являются важными и концентризирующими все сообщество республики. Ведь очень важно осознавать, что у каждого из университетов или академических институтов есть свой план фундаментальных исследований, каких-то прикладных исследований. Очень важно понимать, что мы не просто суммируем. Работа в сфере российского исторического общества, она важна тем, что позволяет выработать новые программы и проекты. Именно в первую очередь на это надо обратить внимание, как в дискуссиях с нашими партнерами, представителями павловских отделений. Сейчас родился очень значимый, важный проект, который называется «Засечные черты, засечные линии России». И на сегодняшний день в него вошли уже 19 субъектов Российской Федерации. Все это стало возможным благодаря участию в работе российского исторического общества в обсуждении этих важных для всей России программ. Кроме того, очень важное направление, которое реализуют все отделения, я думаю, вы здесь также присоединитесь максимально, это работа Ассоциации учителей истории и общества знания России, возглавляемым Александром Агановичем Чубарьяном. И мы в республике уделяем вопросам подготовки кадров, работа на ней и просвещение очень важное значение. Проходят регулярно съезды учителей истории и общества знаний. Я думаю, эта практика должна быть обязательно реализована и у вас, уважаемые коллеги. Большое внимание уделяем учебникам, причем в тесной консолидации с профессиональными историками академических институтов Российской Академии наук. Так мы взяли за правило проходить обсуждения, приглашать в редколлегию. Самое главное, активно дискутировать по содержательной части наших учебников с нашими коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, павловских городов. Это тоже очень важный фактор сближения интересов всего профессионального исторического сообщества. Что касается отношения к деятельности, я могу сказать, по Татарстану произошла удивительная, казалось бы, трансформация. Да, всегда поддерживалась гуманитарная наука и со стороны первого президента Республики Татарстана Тимир Шариповича, с действующего президента. Но на сегодняшний день проекты, связанные с Российским историческим обществом, реализуемые в этом формате, они становятся приоритетами для республики. Мы всегда имеем возможность обратиться к руководству республики, быть услышанными, поддержанными. И на сегодняшний день значительное количество проектов, которые реализуются в рамках Российского исторического общества, они поддержаны не только правлением Российского исторического общества, не только Фондом истории отечества, но в первую очередь найдены возможности и ресурсы внутри самой республики. И это очень важно, потому что это не только возможность решить проблемы отдельно взятого академического или иного учреждения, это возможность вывести исторические исследования на новый уровень. Я обращаюсь к своим коллегам, многих я знаю лично, хотел бы передать свои горящие приветы от ваших коллег из Татарстана и хотел предложить вам в самое ближайшее время выйти на связь с нами и с представителями нашего отделения, для того, чтобы мы могли бы помочь вам, во-первых, в каких-то методических подходах к деятельности отделения, ну и, собственно, выработать некие проекты будущего плана работы не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. Приветствую наших башкирских братьев в их решении, наконец-то влиться в семью российского исторического общества, и не просто индивидуально, но и как представляя эту могучую научными талантами республику Башкортостан. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ромир Иванович. Я должен сказать, что и в ряде других соседних регионов, и в Удмуртии, и в Челябинске создано хорошее деятельное отделение российского исторического общества, поэтому, конечно, для нас очень важно то, о чем Ромир Иванович сказал, развитие связи между регионами, между историками в разных регионах. Ну и вообще, понятно, что сообщество достаточно компактное, и все друг друга знают, но возможность наличия такой площадки для того, чтобы как-то координировать свои планы, обмениваться информацией о том, что планируется по линии той или иной организации, это не просто взаимно обогащает, но и дает возможность реализовывать больше совместных проектов. Я перед тем, как передать слово Марату Менигалевичу Зулькарнаеву, генеральному директору Национального музея Республики Башкортостан, хотел бы сказать, что, конечно, музеи являются очень активными членами российского исторического общества, и Государственный исторический музей, и Государственный Эрмитаж, и Центральный музей современной истории России, и крупно-оригиональные музеи. Сейчас вышло на прошлой неделе распоряжение правительства Российской Федерации о создании организационного комитета по подготовке к празднованию столетия Государственного музея истории российской литературы имени Даля, и Сергей Евгеньевич Нарышкин дал согласие возглавить этот торгкомитет. Поэтому это, конечно, приоритет российского исторического общества. Марат Менигалевич, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Константин Ильич, Александр Аганович, Азат Шамилевич, Марат Хамитянович. Музейное сообщество и общество краеведов Республики Башкортостан, оно поддерживает создание регионального отделения Российского исторического общества. Я хотел бы остановиться на нескольких аспектах деятельности Национального музея Республики Башкортостан и общества краеведов. Национальный музей Республики Башкортостан, основанный в 1864 году, является одним из старейших музеев России. Фонды Национального музея Республики Башкортостан составляет 260 тысяч единиц. И надо отметить, что когда был создан Национальный музей Республики Башкортостан, была поставлена задача показать всю историю Республики Башкортостан в Национальном музее. И поэтому она является открытой книгой о истории, о культуре, о народах Республики Башкортостан, который на сегодняшний день расположен расположен в 35 залах, в которых экспонируются коллекции памятников природы, археологии, этнографии, истории родного края от древности до современности. И надо отметить, что в Республике Башкортостан наш Национальный музей является одним из крупных научно-исследовательских и культурно-образовательных учреждений Республики. Здесь регулярно проводятся обзорные тематические экскурсии, культурно-образовательные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Конечно, деятельность музея включает в себя и активно выставочную, и научно-исследовательскую работу, такие как проекты краеведческой направленности, проведение научно-практических конференций, просветительских мероприятий и музейных акций. И в Национальном музее Республики Башкортостан также проводится повышение квалификации по направлению музея ведения и охранно-культурных объектов. И надо отметить, что в этом году, в 2020 году, несмотря на очень сложные ситуации, Национальный музей Республики Башкортостан все свои мероприятия проводил в полной мере, некоторые были переведены в онлайн-формате. И надо отметить, что были крупные выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Это память о Менгале Минадзовиче Шаймуратове. Также были проведены конкурсы открытые республиканские. Героям Отечества посвящается Году памяти и славы России. И также надо отметить, что все музейные республиканские акции, как вот, например, 75 артефактов к 75-летию победы, бессмертный полк, страницы Национального музея Республики Башкортостан, Ночь музеев. Все эти акции, они проводятся совместно с историками, совместно с краеведами и теми исследователями, которые интересуются историей нашего края. И надо отметить, что в Национальном музее было поставлено, проведено мероприятие, такие как Герои войны, Труженики Телла, где также участвовали наши ученые. Важным событием для музейного сообщества и краеведческого движения, конечно, стала Всероссийская научно-практическая конференция Башкортостан года Великой Отечественной войны. Здесь рассматривались вопросы именно сохранения исторической памяти и материального наследия в рамках Международного научно-практического форума «Вклад Башкортостана в Великую Победу». И надо отметить, что в 2019 году на базе уже Национального музея юридически была закреплена региональная общественная организация «Общество краеведов Республики Башкортостан». И у нас есть юридический статус, который позволяет нам вести более активную научно-исследовательскую работу. И надо отметить, что в этом году было организовано 22 выездных мероприятий по районам Республики Башкортостан, организовано 4 крупные зональные научно-практические конференции. И 1 декабря было проведено первый форум краеведов и музейных работников Республики Башкортостан. И надо отметить, что музейная деятельность это не только выставки, это в первую очередь научные исследования. И у нас работает ученый совет при Национальном музее Республики Башкортостан, куда включены ведущие ученые нашей Республики. Мы также активно сотрудничаем с региональным историческим обществом архивистов, также мы с военно-историческим обществом. И данное общество, которое российское историческое общество, оно могло бы нам быть научно, оказать научно-методическую помощь, участвовать в обсуждениях научных концепций. Потому что ежегодно у нас создаются новые музеи. Вот буквально 4 ноября нам и подготовлено было концепциям открытия музея полярников имени Альбанова. И в данном случае это общество, оно бы способствовало координировать действия историков, участвовать активно в обсуждениях. И, конечно же, стать инструментом для решения вопросов подготовки уже более фундаментальных изданий по истории. И в этом случае, конечно, это была бы очень такая большая поддержка, оказание и научно-методической помощи такие краеведам, такие исследователям и музейным работникам. Спасибо. Спасибо большое, Марат Менегалевич. Действительно, очень важно сразу наладить какое-то сотрудничество и взаимодействие с другими общественными организациями. У нас очень тесное отношение с братским российским военно-историческим обществом, много совместных проектов. Общество историков-архивистов является одним из учредителей российского исторического общества. Союз краеведов России – это тоже такой важный для нас партнер, который очень помог в организации и первого, и второго конкурса краеведов, работающих с молодежью. Я уверен, что в следующем году и башкирские краеведы станут активными участниками этого конкурса. Очень важно людей, которые отдают себя в работе с детьми, передавая знания об истории родного края детям. Очень важно как-то их поддержать и дать дополнительный импульс их работе. Прежде чем предоставить слово Амине Ильдусовой-Уразовой, директор Института истории государственного управления Башкирского государственного университета, я хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, о том, что между председателем РИО Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным и министром науки высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым была достигнута договоренность об участии российского исторического общества как крупнейшего объединения работодателей для выпускников исторических факультетов в работе по определению контрольных цифр приема, как в целом для исторических специальностей, так уже потом по распределению их между вузами будет создана соответствующая комиссия российского исторического общества, куда войдут представители как раз вузов, исторических факультетов разных регионов. Нам очень важно для того, чтобы мы не потеряли, как минимум, те позиции, которые есть уже сейчас, но и по возможности постепенно бы приобретали какие-то новые. Пожалуйста, Амина Ильдусовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Константин Ильич, уважаемый Александр Аганович, уважаемый Азат Шамилевич. Хочу вас ознакомить с некоторыми аспектами деятельности Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета. Наш институт был создан в 2017 году на базе исторического факультета Башкирского государственного университета, о котором вы все, безусловно, знаете. Исторический факультет в составе университета действует с 1934 года. И в прошлом году, в 2019 году, мы отметили 85-летие исторического образования в Республике Башкортостан. Так вот, институт был создан в целях повышения статуса исторического факультета внутри университета, и с 1 сентября 2017 года исторический факультет в качестве Института истории и государственного управления распахнул свои двери для студентов в новом гуманитарном корпусе Башкирского государственного университета по улице Тукаева. Безусловно, уважаемые коллеги, мы сегодня говорим о качестве научных исследований в Республике Башкортостан, в целом в Российской Федерации. И не секрет, что это качество напрямую зависит от подготовки в вузах. От того, как будет выстроена подготовка в высших учебных заведениях, в целом зависит будущее исторической науки в Республике Башкортостан. Целью создания института стало как раз-таки совершенствование профессиональной подготовки историков в нашем регионе. И целый комплекс задач был поставлен перед руководством института, прежде всего руководством республики, руководством вуза. И эти задачи охватывали самые различные направления. Но в целом это, конечно же, активизация научных исследований, повышение публикационной активности преподавателей факультета, теперь института, повышение грантовой активности. И вот сегодня в докладе Марата Хметяновича прозвучала отчасти и наша работа за три года. В целом мы включились во все проекты, как федеральные, так и региональные повестки, которые отражали празднование юбилейных мероприятий, таких как юбилей, во-первых, столетия Республики Башкортостан. Конечно же, юбилейные мероприятия, посвященные Первой Русской революции, юбилейные мероприятия другого характера. То есть мы все конференции проводили исключительно при поддержке администрации главы Республики Башкортостан, финансовой поддержке правительства Республики Башкортостан, а также при грантовой поддержке фонда сначала РГНФ, сейчас РФФИ. Хочу сказать, что одним из основных требований работы в ВУЗе сейчас является соответствие мониторинговым показателям, и среди них один из главных показателей это привлечение финансирования в ВУЗе. И поэтому для нас отрадно, что мы в течение каждого из этих трех лет привлекаем все больше и больше финансирования в Вашкирский государственный университет на научные исследования. Но сейчас они составляют порядка 6-7 миллионов в год. Я хочу сказать, это для нас очень большой прогресс, потому что в начале своей работы практически эти цифры были около 100-200 тысяч рублей. Далее, на одной из основных задач создания института это было как раз таки создание экспертной площадки для обмена мнениями, для запуска новых проектов. И вот сегодня все коллеги, которые подключены, и все докладывающиеся коллеги как раз таки обращали внимание на то, что необходимо это взаимодействие. Для нас в регионах очень важно, чтобы мы взаимодействовали друг с другом, взаимодействовали в рамках образовательных организаций, взаимодействовали между нашей образовательной организацией и академическими институтами. И вот это взаимодействие мы за годы нашей работы стараемся активизировать. В частности, допустим, в проведении таких масштабных мероприятий, как, допустим, Третий съезд молодых востоковедов, мы завязали дружеские отношения с институтом востоковедения Российской академии наук. В рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных Первой русской революции, мы подружились с институтом истории Российской академии наук. То есть, помимо того, что мы активно стараемся включаться во взаимодействие с академическими институтами, находящимися непосредственно в Республике Башкортостан, мы стараемся также повысить активность во взаимодействии с федеральными институтами. Далее, уважаемые коллеги, я вижу задачу развития института в активном взаимодействии с представителями государственной региональной власти. И это действительно очень отрадно заметить, что нас поддерживает администрация главы Республики Башкортостан и правительство во всех наших проектах. Для нас это очень важно, и, естественно, мы за это очень признательны и благодарны. Я считаю, что одной из задач института является разработка актуальных современных образовательных программ и по бакалавриату, и по магистратуре, и по аспирантуре. Безусловно, это расширение баз практики, в чем мы признательны нашему архивному сообществу, в чем мы признательны управлению по охране памятников культурного наследия, нашему музейному сообществу, которое предоставляет нам эти базы практики. И студенты ежегодно проходят в Национальном музее Республики Башкортостан, в Национальном архиве Республики Башкортостан, практики по учебному плану, и это расширение баз практики мы проводим. Мы стараемся сейчас разрабатывать новые учебные планы по новым федеральным государственным образовательным стандартам. Вы знаете, что в этом году вступили в действие новые федеральные государственные образовательные стандарты 3++, которые расширяют компетенции студентов. И, безусловно, разработка и проектирование учебных планов, оно невозможно без активного участия профессионального исторического сообщества. Мы также видим свою задачу в развитии сетевого сотрудничества с зарубежными вузами, с ведущими вузами Российской Федерации в плане развития программы двойных дипломов. Благо сейчас, в этом году мы обкатали дистанционные технологии, электронные образования. И мы думаем, что эти задачи будут выполнимы и с удовольствием включимся в разработку вот таких вот сетевых программ для того, чтобы наши студенты не замыкались только на преподавании нашими именитыми, но тем не менее местными учеными, но чтобы они могли иметь возможность слушать лекции ведущих ученых Российской Федерации и зарубежных ученых. Одной из важнейших задач создания института была возможность создания в рамках большой структуры научно-образовательных центров, учебных и научных лабораторий, музеев. И мы это сделали. В составе нашего института работают научно-образовательный центр истории башкирского народа, военно-исторических исследований, теологии, которые, во-первых, активизируют свою работу в плане подачи заявок на гранты, и эти гранты поддержаны по линии РФФИ. Эти научно-образовательные центры являются экспертными площадками, они регулярно проводят методологические семинары, на которые приглашают представителей академического сообщества нашей республики. В рамках работы музеев, а мы создали их три, это музей этнографии имени Рима Занича Янгузина, музей археологии имени Несаблухача Чумажитова и музей истории Башкирского государственного университета. Вот в рамках такой музейной деятельности в нашем институте сейчас ведется активная работа по описанию коллекций. Для справки, уважаемые коллеги, только музей археологический охватывает 130 тысяч экспонатов, и каждый из этих экспонатов безусловно должен быть описан для того, чтобы войти в российский музейный каталог. Вот эту работу мы сейчас активно проводим, более того, мы сейчас создаем такие виртуальные туры для того, чтобы можно было продвигать бренд как института, так и университета в целом в интернете, для того, чтобы пользователи могли иметь доступ к просмотру и изучению безусловно очень ценных коллекций, которые сосредоточены в Башкирском государственном университете. В целом, коллеги, эти задачи направлены на самое главное, это повышение качества подготовки студентов. И, конечно же, наш институт прекрасно осознает, что образовательная организация не может работать, ну, скажем, не может работать в таком отрыве от взаимодействия с общественными структурами, с общественными организациями. И наш институт активно взаимодействует как с региональным отделением Российского военно-исторического общества, конечно же, с Башкирским региональным отделением Российского общества историков-архивистов. 19 лет его возглавляла Айслабилавна Юносова. Спасибо вам, Айслабилавна, вы такой огромный задел, такой импульс, такой задел вы дали этому обществу, и в течение 20 лет общество ежегодно проводило огромный проект под названием «Археография Южного Урала». В этом году мы провели юбилейную 20-летнюю конференцию, посвященную археографии Южного Урала. Также в этом году Башкирское региональное отделение историков-архивистов, как сказал Марат Хамитянович, работало над проектом «Архивная юристика для школьников», поддержанного фондом президентских грантов. И также буквально сегодня у нас запущен уже второй поток слушателей из сотрудников архивов Республики Башкортостан по программе формирования электронного архива. В этом тоже общество историков-архивистов приняло непосредственное участие в проектировании программы, в преподавании курсов в этой программе. Таким образом, уважаемые коллеги, я как директор института, который непосредственно отвечает за подготовку студентов, за подготовку специалистов по направлению истории, целиком поддерживаю создание российского общества историков у нас в регионе и считаю, что взаимодействие с общественными организациями, оно безусловно является очень важным для повышения качества подготовки. И как вот только что сказал Константин Ильич, мы нуждаемся в повышении контрольных цифр приема на направлении истории в целом на 46-ю группу. И здесь я хочу сказать коллеге, что определенный сдвиг есть. Если, допустим, до этого года шло неуклонное падение контрольных цифр приема, и мы в этом году приняли 24 всего студента на бюджетной основе, остальные у нас учатся на платной основе, то на 21-й год Министерство образования и науки выделило 70 контрольных цифр приема, то есть 70 бюджетных мест в целом на 46-ю группу. Это говорит о том, что государство уже обращает внимание на необходимость увеличения контрольных цифр приема в регионах, но мы считаем, что это недостаточно, потому что очень много ребят, которые хотели бы учиться на гуманитарных направлениях подготовки, в частности на специальности истории, и вынуждены уезжать в сопредельные регионы, уезжать в вузы, где бюджетных мест больше, поэтому, конечно же, вот та линия, которую будет поддерживать российское общество историков по усилению внимания контрольных цифр приема, для нас это, конечно, очень-очень важно. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо, Амина Льдусовна. Уважаемые коллеги, мы исчерпали повестку, выступили все записавшиеся, и мы даже чуть перебрали время, но я, тем не менее, должен спросить, если кто-то, кто хотел бы выступить и настаивает. Константин Ильич, я бы хотел Вас попросить предоставить слово вице-президенту Академии наук Республики Башкорстан Дегтяреву Александру Николаевичу, буквально 2-3 минуты, и профессору Юнусова Айсло Белаловне. Да, спасибо, Марат Федянович. Конечно, с большим удовольствием. Пожалуйста, Александр Николаевич Дегтярев. Александр Николаевич, у Вас очень плохо слышно. Может быть, поближе к микрофону? Я хотел бы приветствовать как-то идею создания коррекционального отделения российского исторического общества, так и, конечно же, темы правильной деятельности, которые сегодня помогают и, безусловно, представляют большой политический интеллект. Еще один аспект, который, условно, также может быть и должен быть с точки зрения нашего оригинального деятельности, конечно, экономики нашего края. Надо сказать, что в этом направлении экономисты и делают немало, и в этом плане есть интересное. Я хочу просто показать вам один такой проект. Мы предлагаем, что начать создавать, формировать экономики, где представлена история, что мы предлагаем, что начать создавать, формировать экономики, библиотеку научных трудов регионального отделения российского создания такой библиотеки в свой вклад и этот долг даем для начала развития библиотеки потому что и другие члены которые занимаются историческими исследованиями также несут в свое библиотеку спасибо спасибо большое Александр Николаевич пожалуйста Айслу Белаловна Юнусова спасибо большое еще раз разрешите всех поприветствовать уважаемые коллеги дорогой Александр Роганович я хочу буквально два слова сказать первое хочу обратить внимание всех присутствующих и особенно наших коллег из республики Башкортостан хочу чтобы это осталось у вас во внимании вашем в 1973 году Александр Роганович Чубарьян инициировал вместе с Раэль Гумерычем Кузеевым создание Южноуральского отделения археографической комиссии РАН не знаю показала я вам или нет демонстрацию экрана сделаю побольше чтобы было видно Александр Роганович здесь ваша подпись это было 20 февраля 1973 года с вашей легкой руки здесь в республике Башкортостан теперь я хочу отключить это остановить демонстрацию начало действовать Южноуральское отделение археографической комиссии Российской тогдашней академии наук СССР в 2000 году осенью опять-таки при поддержке Александра Рогановича тогда председателя российского общества историков-архивистов в Башкирии было создано республиканское отделение этого общества и на протяжении всех последующих уже 20 лет Александр Роганович поддерживал и поддерживает общество историков-архивистов республики и сегодня Александр Роганович в очередной раз инициирует оказывает нам помощь в создании республиканского отделения российского исторического общества я должна сказать что это наши историки должны иметь в виду и всегда помнить Александр Роганович огромное спасибо вы уже 50 с лишним лет поддерживаете историков республики Башкортостан это дорогого стоит и хочу присутствующих всех обратить внимание на сегодняшние слова Александра Рогановича о том что российское историческое общество поддерживает связи с учеными зарубежных стран Польши страны Прибалтики европейские страны западноевропейские страны это чрезвычайно важно для наших историков для тех кто понимает что не бывает какой-то местной локальной или узконациональной истории история любого региона она является частью масштабной всемирной истории в широком смысле этого слова и я очень рада что все поддержали идею о том что председателем нового нашего отделения российского исторического общества станет Марат Хамитьянович Марданов по специальности историк и он активно как раз занимается тем что изучает историю региональную но в таком всемирном контексте и последние годы активно занимаются историей школы Коминтерна которая находилась здесь в Башкирии в селе Кушнаренково и членами выпускниками этой школы активными деятелями международного политического движения неважно какого поэтому я думаю что у тех историков республики Башкортостан которые осознают историю местную как часть всемирной истории большое будущее и поддерживаю создание сегодняшнего то есть идеи все идеи предложений сегодняшнего заседания благодарю вас за внимание спасибо большое Ассула Беловна Александр Ирганович ну может быть скажете пару слов после прозвучавшего да ну мне очень приятно то что вы сказали я помню прекрасно наши с вами многочисленные встречи и контакты вы очень много сделали для развития исторической науки в Башкорстане и мне очень приятно то что вы сейчас сказали насчет нашей части исторической и нашей истории как части мировой науки это мое кредо я занимаюсь этим всю жизнь и это мне кажется особенно важно в нынешних непростых условиях когда мы живем в трудном мире и контакты по части науки образования культуры имеют мне кажется очень большое значение то что называется научной дипломатии так что спасибо вам и вы сказали что история Башкирии в контексте мировой я думаю это правильно я возглавляю ассоциацию директоров институтов истории стран СНГ и как раз у нас такой общий подход что мы рассматриваем эти бывшие республики Советского Союза и Россию до этого как именно субъекты мировой истории спасибо еще раз всем башкирским историкам желаю больших успехов а вам наша дорогая Алсуя Внусовна здоровья очень рад вас видеть в хорошем добром здравии спасибо спасибо большое Александр Аганович но уважаемые коллеги мы движемся к завершению и должны принять формальное решение но в общем из прозвучавших выступлений я могу заключить что возражений против кандидатуры Марата Хамитяновича Марданова как председателя совета регионального отделения российского исторического общества ни у кого нет если кто-то хотел бы высказаться нет тогда мы с Александром Агановичем возьмем на себя обязательство на ближайшем заседании президиума российского исторического общества доложить о таком состоявшемся нашем общении о решении инициативной группы по созданию отделения российского исторического общества в Уфе я уверен что в недалеком будущем мы это оформим и начнем вместе с вами уважаемые коллеги тесно работать на благо нашей родины на благо исторической науки и популяризации исторического знания спасибо большое всем за участие в нашем сегодняшнем разговоре конечно всем здоровья спасибо большое коллеги взаимно будем трудиться на благо нашего отечества спасибо всем успехов спасибо всем успехов и здоровья спасибо спасибо